Добрый день, друзья! Я, Быстрая Олень, вновь с вами. Сегодня, середина августа 2012 года, пришло время поговорить с вами о любви. Известно, что самая большая ценность и цель нашей человеческой жизни – это любовь. Мы рождаемся для того, чтобы любить и быть любимыми. Лично мне нравится высказывание Аристотеля о любви. Любить – значит желать кому-нибудь того, что считаешь благом ради него, то есть этого другого человека, а не ради самого себя, и стараться по мере сил доставлять ему эти блага. Поэтому я от всего сердца желаю тепла вашим сердцам, тепла вашим душам. Мы с детства знаем, что Бог есть любовь. В каждом человеке вспыхивает искра Божья – это талант любви. И каждый день мы узнаем себя настолько, насколько себя принимаем и уважаем. А уважать себя можно за хорошие поступки. Вот она, цель жизни. Жизнь – это вообще школа любви. В феврале этого года я сделал хороший поступок. Создал клуб любящих Алоэ Вера. Вы все хорошо знаете растение Алоэ Вера. Это настоящий подарок, который сделала нам природа с любовью. Я ощутил эту любовь на себе в 2008 году. Семь лет до этого мучился с травмой коленного сустава. И ни таблетки, ни мази не помогали. Даже продумывал об операции. К счастью, о травме я забыл очевидно навсегда. И в октябре этого года бегу в Торонто-марафон. 42 километра. Поначалу трудно поверить в силу этого растения. Пока не попробуешь на себе. Еще недавно мои знакомые доктора в ответ на вопрос об Алоэ скептически кривились. А сегодня они с любовью применяют Алоэ в своей практике. И получают поразительные результаты. В моей руке желтая трехслойная бутылка. Литровая. Которая гарантирует сохранение продукта. В ней стабилизированный гель Алоэ Вера. Откроем ее. Она запечатана металлической пломбой. Теперь продукт необходимо взболтать. И наливаем. Вы не найдете этот гель в аптеках или магазинах здоровья. Потому что американская компания запрещает продавать этот целебный продукт через розничную сеть. Чтобы не было подделок. Этот гель можно приобрести в одном из офисов компаний в вашей стране. Или заказать его по интернету. Это гарантия качества. И гарантия того, что вы получите продукт, который действительно обладает иммуномодулирующими, противомикробными и ранозаживляющими свойствами. В любом случае, вы можете всегда позвонить мне по телефону в Торонто. И я предоставлю вам полную информацию. Звоните прямо сейчас. Наверняка вы зададите вопрос. Как может гель алоэ вера быть одновременно одним из самых эффективных антитоксичных компонентов? Мощным иммуномодулятором, сильным противовоспалительным компонентом, анальгетиком, веществом, ускоряющим заживление поврежденных тканей, антисептиком, богатым источником питательных веществ, нормализатором работы в пищеварительной системе, адаптогеном и при этом не давать вредных побочных эффектов. На эти и другие возможные вопросы я попробую ответить сейчас. Так как у меня с собой нет листа алоэ, алоэ вера истинной растет в засушливых местах, например, Мексика, Доминиканская республика, и кусты достигают, ну, примерно, двухметрового роста. Заменю лист алоэ бананом. Это тоже натур-продукт, который мне сейчас поможет. Представьте себе, что вы с любовью разделываете лист алоэ на две части и выжимаете гель прямо из растения. Это, собственно, и есть ключевой продукт FOREVER. Компания так и называется FOREVER Living Products. В переводе означает «вечно живые продукты». Гель алоэ вера для питья. Свервер обеспечивает нам продукт, максимально приближенный к природе. Он идентичный по свойствам свежесрезанным листьям алоэ вера. Почему используется только мякоть листа, а не весь лист целиком? В кожуре растения имеется алоин. Алоин слабительная и аллерген, который служит растению защитой от животных. Производители сока алоэ вера удаляют кожуру вместе с алоином. Она идет на удобрение. А используется только мякоть листа. Вкусно. Компания имеет патент на стабилизацию сохранения живого геля алоэ вера без термической обработки. Путем добавления ингредиентов природного происхождения. К ним относятся сорбит. Содержатся в морских водорослях плода хребины, сливы, яблони. Аскорбиновая кислота. Сорбат калия. Обладает способностью активно угнетать рост бактерий, плесневых грибов и дрожжей. Бензонат натрия. Хороший консервант для кислой фаруковой продукции. Камень. Получает в результате аэробного брожения в водной среде. Токоферол, витамин Е. Все дополнительные ингредиенты производятся из фруктов, овощей и проростков пшеницы. С каждым годом моя любовь к этому напитку крепнет. И за это время я узнал очень много интересной информации, которой и делюсь с вами. Я узнал, что алоэ вера – это настоящая сокровищница питательных элементов. Содержащиеся в алоэ вера натуральные химические компоненты можно разделить на следующие категории. Аминокислоты. Антархиноны, ферменты, лигнин, минералы, моно- и полисахариды, салициловая кислота, сапонины, стеролы и витамины. Я предлагаю рассмотреть каждую из этих категорий подробнее. Что есть что в алоэ вера. Итак, аминокислоты – это строительные белки белка. Они оказывают также влияние на функции головного мозга, в том числе на наш эмоциональный фон. Для хорошего самочувствия человеку необходимы 20 аминокислот, из которых организм способен самостоятельно вырабатывать только 12 из них. Остальные 8 незаменимых аминокислот, незаменимых, потому что сам организм синтезировать их не способен, поступают к нам с пищей и питанием. В алоэ вера содержится все 8 незаменимых аминокислот. Изолицин. Предположительно, изолицин принимается в виде пищевой добавки. Помогает справляться с проявлениями синдрома хронической усталости, поскольку снижает уровень троптофана – аминокислоты, отвечающей за сон в головном мозге. Изолицин. Также способствует снижению уровня троптофана в головном мозге и в сочетании с изолицином помогает справиться с хронической усталостью. Лизин. При испытаниях показал способность справляться с симптомами герпеса. В ходе клинических испытаний пациенты, принимающие лизин, стали реже страдать от лихорадки на губах и герпеса половых органов. Метионин. В ходе клинических испытаний было установлено, что метионин помогает при аллергиях, например, на пыльцу растений, поскольку снижает содержание в организме гистамином. Для эффективного усвоения рекомендуется принимать метионин вместе с витаминами группы В, например, В12 и фолиевой кислоты. Метионин. Участвует в выработке адреналина и гормонов щитовидной железы. Способствует синтезу природных анестетиков, эндорфинов, благодаря чему уменьшает боль при радикулите и артрите. Вероятно, может выступать в роли природного антидепрессанта. По данным исследований, низкий уровень трианина характерен для больных с клинической депрессией, справиться с которой помогают биологические добавки, содержащие эту аминокислоту. Валин. Регулирует уровень трептофана в головном мозге и показал хорошие характеристики в борьбе с проявлениями синдрома хронической усталости. Рекомендуется к применению совместно с изолейцином и лейцином. И еще одна незаменимая аминокислота – это трептофан. Отвечает за выработку серотонина в головном мозге и используется как естественный антидепрессант. Низкий уровень серотонина вызывает бессонницу, депрессию, постоянное чувство голода и синдром дефицита внимания. Исследование группы из 20 пациентов, страдающим ожирением и принимающие по 900 мг трептофана ежедневно, показало значительное снижение веса у всех наблюдаемых. Притупление постоянного чувства голода более чем на 12 недель. Пух! С аминокислотами я закончил. Надо выпить глоток омой. Следующая категория полезных питательных компонентов этого напитка – это антрохиноны. Тяжело выговорить. В алоэ вера обнаружено 12 антрохинонов. Попробую выговорить их. Хотя мне лично это не так просто. Это алоэтиковая кислота, антибиотик. Следующее. Алоэ эмодин – бактерицидное действие. Алоин – обезболивающее. Антибактериальное, противовирусное действие. Антрацен – антибиотик. Оказывает противовоспалительное действие. Антронол – антибиотик. Барбалаин – обезболивающее действие. Хоризофановая кислота. Оказывает противогрибковое действие на кожу. Имдин. Имдин. Имдин – бактерицидные действия кожных заболеваний. Эфиры коричневой кислоты. Обезболивающие антибиотик. Эфирное масло. Обезболивающее. Изобарбалаин. Обезболивающее антибиотик. Резистол. Бактерицидное действие. Антрахиноны традиционно считаются мощными слабительными веществами. Каждая из них в отдельности при достаточно высокой концентрации, как оказалось, токсична для клеток. Однако, в малой концентрации антрахиноны демонстрируют полезные и эффективные свойства. Являются стимуляторами работы пищеварительной системы. Укрепляют мускулатуру пищеварительного тракта. Мощными, природными, болеутоляющими. Плюс, обладают противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми свойствами. В натуральных напитках на основе надлежащим образом стабилизированного геля алоэ вера антрахиноны в полной мере демонстрируют свои полезные свойства и не оказывают нежелательного слабительного действия. Следующая категория питательных компонентов геля алоэ вера – это ферменты. Ферменты еще называют ключи к жизни. Ферменты – это ускорители реакций, происходящих в организме. И они необходимы для жизнедеятельности людей и животных. Функция их проста. Первоначально они воздействуют на поступающие с пищей полезные вещества для успешного их освоения организма. Например, белки они расщепляют до аминокислот. То есть, в свою очередь, всасываются организмом. И из них в последующем, с помощью ферментов, в клетках синтезируются новые необходимые организму белки. По сути, ферменты также преобразуют нашу обычную пищу в топливо для каждой клетки нашего тела. Что позволяет телу и организму успешно функционировать. А топливом для самих ферментов оказываются витамины и минералы, которых в достаточном количестве присутствует в геле алоэвера. В алоэвере содержатся следующие основные ферменты. Амилаза. Амилаза – один из двух основных пищеварительных ферментов с пордоазой. Расщепляет сахар и крахмал. Брадийкиназа. Стимулирует иммунную систему. Обладает обезболивающими и противовоспалительным действием. Каталаза. Препятствует накоплению воды в организме. Целлюлаза. Помогает переваривать клетчатку. Липаза. Помогает переваривать жиры. Аксидаза. Щелочная фосфатаза. Протеаза. Расщепляет белки на составные элементы. Креатинфосфокиназа. Ускоряет метаболизм. Карбоксипептидаза. В общем, язык сломаешь. Но это основные ферменты алоэвера. Какие еще компоненты присутствуют в алоэ? Лигнин. Лигнин содержится в стенках клеток и межклеточном пространстве. И помогает питательным веществам алоэвера проникать глубоко внутрь. На сегодняшний день в алоэвера найдено множество разных минералов. Из которых на сегодняшний день являются важными следующие. Кальций. Необходим для формирования здоровых зубов. И костей. Для мышечных сокращений и нормальной работы сердца и нервных клеток. Хром. Регулирует уровень сахара в крови, влияя на показатель толерантности к глюкозе. И ускоряет метаболизм белков. Медь. Входит в состав красных кровяных телец. Электроцитов. Пигментов волос и кожи. Железо. Входит в состав гемоглобина. Содержащегося в эритроцитах участвует в транспортировке кислорода. Магний. Укрепляет зубы и кости. Поддерживает работу мышц и функционирование нервной системы. Повышает активность фермента. Марганец. Повышает активность фермента. Участвует в формировании костей, нервных окончаний и других тканей. Калий. Регулирует и поддерживает водный баланс организма. Фосфор. Участвует в формировании костей и зубов. И помогает поддерживать их в хорошем состоянии. Ускоряет метаболизм. Поддерживает нормальный уровень кислотности PH в организме. Натрий. Регулирует водный баланс. Обеспечивает нормальную функционерную нервную и мышечную систему. Участвует в доставке питательных веществ в клетки организма. Цинк. Содержится во многих тканях и ферментах. Ускоряет заживление ран. Необходимо для поддержания крепкого здоровья. Нормального роста организма. Высокой умственной активности. Формирование здоровых зубов и костей. Поддержание хорошего состояния кожных покровов. Работы иммунной, пищеварительной и репродуктивной системы. В алоэ вере присутствуют моно и полисахариды. Много говорить об этом не буду. Но главным образом целебные свойства алоэ веры обусловлены полисахаридом под названием ацеманан. Ацеманан восстанавливает и укрепляет иммунную систему. Обладает противовирусным действием. И на 50% увеличивает активность лимфоцитов. В алоэ вере также присутствует салициловая кислота. По своим свойствам данное вещество сходно с аспирином. Оно снижает жар, борется с воспалением. Снижает температуру тела. Именно поэтому гель алоэ вера можно применять, когда у людей жар и боль, сердечные приступы, инфаркт, инсульты, рах, слабоумие, диабет, осложненные проблемы с сердцем и сосудами. Еще один питательный компонент это сапонины. Природные вещества с очищающими и антисептическими свойствами. При соединении с водой образуют мыльный и пенный раствор. Следующее это стеролы. Растительные стероиды природного происхождения. С болеутоляющими, противовоспалительными и антисептическими свойствами. И, наконец, витамины. Перечислю самые основные. Витамин А. Бетокаротин и ретинол. Необходим для здоровья кожи, тканей, костей, зрения. Повышает иммунитет. Помогает бороться со свободными радикалами. Мощный антиоксидант. Один из так называемых витаминов молодости. Витамин В1. Тиамин. Необходим для образования тканей, работы головного мозга, поддержания высокого уровня жизненной активности. Витамин В2. Рибофлавин. Необходим для выработки энергии, здоровья кожи и тканей организма. Витамин В3. Ниацин. Никотиновая кислота. Необходим для выработки энергии, работы головного мозга. Ускоряет процесс метаболизма. Витамин В6. Перидоксин. Необходим для нормальной работы головного мозга. Поддержания гормонального баланса в организме. Ускорение процесса метаболизма. Витамин В12. Витамин В12. Цианокабаламин. Участвует в белковом обмене и выработке энергии. Содержится главным образом в мясе и молочных продуктах. И почти не встречается в овощах. Веганы и вегетарианцы, возьмите на заметку. Недостаток витамина В12 приводит к анемии. Витамин С. Аскорбиновая кислота. Ускоряет иммунитет. Способствует выработке коллагена. Необходим для здоровья кожи, суставов, тканей и костей. Помогает справиться с инфекциями, раком и сердечными заболеваниями. Один из таких называемых витаминов молодости. Необходим для борьбы с негативным воздействием свободных радикалов. Вот витамин С самый важный из иммуноукрепляющих питательных компонентов. Он участвует в образовании лимфоцитов, которые в свою очередь уничтожают раковые клетки. Следующий это витамин Е. Токоферол. Необходим для здоровья кожи и тканей. Положительно влияет на репродуктивную функцию, ускоряет заживление тканей. Один из так называемых витаминов молодости. Необходим для борьбы с негативными воздействиями свободных радикалов. И еще один важный витамин это В9. Фиолевая кислота. Укрепляет нервную систему. Улучшает работу головного мозга. Участвует в образовании эритроцитов. При беременности помогает снизить риск возникновения врожденных дефектов. Таких как зайчья губа и расщепление позвоночника. Хочу подвести итог вышесказанному. Во-первых, по любому вопросу вы можете позвонить мне в любое время в Торонто по телефону 647-896-6534. Или оставить сообщение «Я обязательно свяжусь с вами». Этот напиток Алоэ Вера – это божественный напиток, потому что природа и Бог вложили в него всю свою любовь. И вот, когда мы пьем гель Алоэ Вера, мы получаем целый букет жизненно важных составляющих, по большей части отсутствующих в нашей пище. Это важное условие существования на этой планете – быть здоровым и любить. Любить ближнего своего, любить себя, любить то, что ты делаешь каждый день, день за дня. Бейте на здоровье. С любовью.